Это Вести в 23 и мы продолжаем. В списке проблем, с которыми столкнулись власти Украины, появилась еще одна, выросшая в несколько раз наркотрафик. Киев пока не придумал, как противостоять наркомафии, которая в новых условиях чувствует себя максимально вольготно. А с украинским наркотическим наследием Крыма сейчас разбирается российская ФСКН. Подробности у Александра Лукьянова. Сотрудники спецназа ФСКН дыру штурмов в дом наркотрафик. Надлежащей ему подпольной лаборатории, которая находилась в Санкт-Петербурге, было обнаружено более 93 килограммов амфетамина, около 13 метадона и свыше 1000 таблеток синтетических наркотиков. Следователи выяснили, что сырье и оборудование наркотельцы закупали на территории Украины и даже оформили на него гарантийное обслуживание. Когда станок ломался, с Украины приезжали специалисты, налаживали этот станок, проводили инструктаж, как на нем работать, чтобы таблетки, которые на этом станке изготавливались, чтобы они не рассыпались, какие необходимо добавить примеси, какие добавки. То есть давали полную схему. Сотрудники госнаркоконтроля заявляют, что наркотрафик с территории Украины в Россию вырос в несколько раз. Только за последние пять месяцев на границе маковой соломки изъято в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинские власти оказались бессильны перед наркомафией. Это показала работа нового подразделения ФСКН в Крыму, где раньше наркопреступления практически не выявлялись, хотя макрос в изобилии. Только вот за небольшое время мы изобличили и привлекли к уголовной ответственности почти 40 преступников. Расследуем свыше 60 преступлений, наркопреступлений. Крым находится в непосредственной близи от Турции, а по территории Турции идет интенсивный трафик афганских опиатов, прежде всего героина и опиума, в сторону Европейского Союза. И поэтому эта близость позволяет наркодельцам с помощью судов, в том числе маломерных, быстроходных судов, перебрасывать афганские наркотики на территорию полуострова. По неофициальным данным, наркомании на Украине поражены более полутора миллионов человек. По данным Минздрава, только 200 тысяч. При том, что по самым скромным оценкам, каждый год от наркотиков умирает от 10 до 12 тысяч человек. Такая статистика сделала Украину одним из лидеров по темпам распространения наркотиков среди населения в Европе. Эти кадры сделали прохожие в Одессе после страшной трагедии, когда экстремисты правого сектора сожгли людей в Доме профсоюза. Молодой человек явно находится в неадекватном состоянии. Избитый в рюкзаке, он сыплет угрозы в адрес милиции, а затем заявляет, что вместе со знакомыми собирается ехать в Славянск, чтобы воевать в составе нацгвардии за деньги. Одного из таких солдат из правого сектора недавно задержали ополченцы. Его неделю не могли привести в чувство. Он говорил бессвязно, с трудом вспоминал, что с ним произошло. Ночью я резко проснулся, не знаю чего. Мне почему-то казалось, что рядом, вокруг меня, враги. Я увидел небольшой микроавтобус перед собой. Взял нож, обошел его и, кажется, убил человека. Тем временем Министерство обороны Украины хочет раздать наркотические препараты, в частности морфин, каждому солдату нацгвардии по официальной версии в качестве обезболивающего средства. Соответствующие поправки в украинский закон уже подготовлены. Руководитель объединения ветеранов военно-медицинской службы России Олег Поповс считает, что легализация наркотиков для военных еще больше увеличит армию наркозависимых на Украине и приведет к большим бессмысленным жертвам. Тем более нужно говорить о том, что сейчас достаточно широко используется такой препарат, как метадон. В ночных клубах и так далее. И есть сведения о том, что метадон достаточно часто употреблялся на том же Майдане. А сочетание метадона с морфином вызывает совершенно непредсказуемые последствия. Евромайдан уже давно называют революцией под кайфом. Пустые упаковки от наркотических препаратов находили и в Киеве, и в палатках евромайдановцев в Донецке, когда местные жители прогнали их и стали наводить на площади порядок. Наводить порядок на своей территории стали и ополченцы юго-востока Украины. Цыган, которые торговали наркотиками, они прогнали из Славянска и Краматорска. Теперь этот табор ищет защиту и покровительство в Киеве. Свои палатки они разбили в центре парка и ждут от новых киевских властей новых квартир. Нам обещали, что дадут дома.